Завтра прозвенит последний звонок, впереди у школьников экзамены. Сегодня в Лицей Лорд подвели итоги учебного года и отметили лучших ребят. За год они завоевали больше 30 золотых медалей на интеллектуальных олимпиадах разного уровня. Анна Житская встретилась с лучшими лицеистами. Ученики школы для одаренных детей стараются быть лучшими во всем. Они успешны не только в учебе, но и приносят спортивные награды. Сегодня отмечают самых активных ребят. Гордость школы – две медали международного уровня. Второе место в математической олимпиаде МФТИ и победа в состязаниях по биологии. Ее завоевала девятиклассница Ангелина Кардашова. В олимпиаде Ломоносов, которую проводил МГУ, она стала лучшей. Я занимаюсь биологией с восьмого класса. Мы с моим преподавателем работаем над олимпиадной подготовкой. Заключительный этап проходил в Москве. Моими соперниками были люди со всей России и других стран. Во дворочном этапе участвовало тысяча человек, в заключительной прошло около трехсот. На областном туре ученики заняли шесть призовых мест на конкурсе научных проектов. В республиканском этапе лордовцы добавили в копилку побед бронзовую медаль по информатике. У школьников впереди экзамены. Им предстоит последний в этом году контрольный рубеж. Так что студировать учебники еще придется, но не всем. От экзаменов освобождены все отличники. Ребята, закончившие школу на пятерке. Это пятые и седьмые классы, которые работали весь год по обновленной программе. И ребята, которые завтра едут на Международную Сатпаевскую Олимпиаду в город Павлодар. Остальным школьникам придется полностью посвятить себя последней итоговой тестации. В Лорде обучается около 270 детей. В течение учебного года самые лучшие из них завоевали 31 победу на Олимпиадах. 25 из них областных, 4 республиканских и 2 международных. Анна Житская, Адиль Нуржанов, Новости МТРК.